В Березовой роще у стадиона «Металлург» состоялись лыжные гонки в рамках спартакиады Ленинского района. Всего принимали участие 18 команд. В каждой из них по 10 человек. Пять девочек, пять юношей. И четыре результата лучших идут за счет. Сейчас уже начались два забега побежали. Вот третий забег. У мальчиков три километра, у девочек два. В каждом забеге по технике безопасности принимают участие не больше 15 лыжников. Многие чувствуют предстартовое волнение, однако для некоторых подобные состязания не в новинку. Я занимаюсь самобиатлоном, поэтому я ходила на тренировки, тщательно подготавливалась к этим соревнованиям, чтобы показать какой-то результат. Принимаю участие, потому что это спортивное мероприятие, укрепляет здоровье и для физической поддержки моей формы. С погодой повезло. Минус пять и небольшой снежок – отличные условия для лыжных гонок. Возможно, именно поэтому на протяжении трассы, кроме участников, встречались простые жители, решившие провести выходной день с пользой для здоровья. Трасса проходит по живописным местам. Углубляясь все дальше в лес, спортсменов ждали подъемы и спуски. Преодолевать дистанцию юношам и девушкам помогали советы и поддержка близких. Умничка! Давай, хоп! Все, немножко осталось! Молодец! Давай, давай! Хоп! Несколько километров позади, финальный накат и секундомеры фиксируют итоговое время. А лыжники, едва отдышавшись, дают первый комментарий после финиша. Пробежал, стало легче. Это, во-первых. Во-вторых, почувствовал снова себя лучше. Ну, а в-третьих, немного устал, ну ладно. Готовилась несколько недель, можно сказать. Но я в том году участвовала и уже знала, какая будет дистанция. И намного легче, чем в том году. Сейчас, после финиша, что ты чувствуешь? Влегчение, что все закончилось. Судейская комиссия подсчитает результаты и объявит победителей на следующем этапе спартакиады. Лучшие в личном зачете получат медали и грамоты. А команды, занявшие первые места – кубки. Дмитрий Книга, Владимир Андреанов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.